Высокие технические характеристики, приспособленность к российским климатическим условиям и приемлемая цена – главные преимущества техники для сельского хозяйства, которую производят в России. Достижения и разработки местных компаний оценили губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и первый заместитель министра сельского хозяйства Российская Федерация Джамбулат Хатуов, посетивший регион с рабочим визитом. Гостям по Волжской агропромышленной выставке представили плуги и культиваторы, дроны-опрыскиватели и многое другое. Глава региона провел тест-драйв техники. Познакомились гости с местными разработками для фермерского хозяйства, например, с аппаратами, которые улучшают надой молока у коров и избавляют животных от мастита – распространенного воспалительного заболевания молочной железы из-за сухого доения. В среднем, в общем, 200 колов, стандартные коровы, они теряют полтора миллиона рублей в год от заболевания, только маститом. Данный аппарат исключает снижение мастит, не полностью, но на 40%. Одним из самых ярких моментов стало тушение огня с помощью прицепного мобильного пожарного комплекса. Такая техника встречается в России достаточно редко, однако она очень необходима в регионах. Как отметил губернатор Дмитрий Азаров, несмотря на сложности, связанные с пандемией, рост выпуска сельхозпродукции в первом полугодии составил 5%. Выросли надой молока, увеличилось производство мяса, а урожай зерна ожидается лучшим за последние 40 лет. Светлана Кудрявцева, Владимир Постников. События.